Что касается голосования, то активность избирателей, на мой взгляд, честно скажу, даже несколько превзошла на их ожидания в вчерашний день. В принципе, эта информация уже нами была озвучена с раннего утра, и все, кому интересны выборы, с ней уже знакомы. У нас в целом по республике на вчерашний вечер проголосовало почти 20% избирателей, 13-40% соответствующих. Из них, ну, особо хочется отметить город Чпоксары, ну, явка для города хорошая, малые города чуть подкачали, особенно Канаш, и явка около 11%. Ну, и традиционно у нас в передовиках сельские районы, небольшие три района уже практически подошли к отметке 35%, около 30% в несколько районов. Ну, совместными усилиями мы наработали активность в 20%. Ну, судя по информации с полей, сегодня избирателей на участках ненамного меньше, чем вчера, и мы рассчитываем, что к концу дня у нас наработанная явка поднимется до 35-38%. Александр Иванович, это не очень прекрасный кордон, но мы рассчитываем, что к концу дня и заслуживание Центра ДФО, Коксары и Федерации, где был помятыто, ставший необычный на всю страну, а становший Павраман Косинь, И, насколько я знаю, госпожа Банфилова сказала, что у Чуваши есть вопрос. Наверное, она имеет не только эту установку, но и телеграмму, которую получила госпожа Сурчанова, которая сообщила, что якобы им это дело не задавали зашивали. Что прокомментируйте? Ну, про то, что у Чуваши есть вопросы, я, честно говоря, не слышал. Я слышал, наоборот, реакцию, что здесь у Чуваши вроде как никаких нарушений нет. Это то, что касается остановки. Мы эту тему подробно обсудили на видеоконференции «Связь с Цирком России». Но, действительно, еще раз повторюсь, это небольшая деревня Батьковского района. 90 избирателей, 93, если точно. Две улицы. И нет иного общественного помещения, кроме как эта остановка в центре Авертолета. Ну и, соответственно, худо-бедно, но она закрывает и от дождя, и от ветра, и, в принципе, достаточно открыто для того, чтобы обеспечить не распространение коронавирусной инфекции. Поэтому комиссия выбрала ее в качестве своего плацдарма. Ну, то есть, ручку поставили. Мне сказали, хорошая сторона. Хорошая сторона. Нужно ее гордиться, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова